ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Число водителей, которые не оформили ОСАГО, в ближайшее время может резко увеличиться. До 40% заявили в Национальном автомобильном союзе. Это станет следствием подорожания автогражданки на 26%, что произойдет 13 сентября. Рост стоимости ситуацию не переломит, уверены активисты. Автомобилистам как не хватало денег на ремонт в рамках ОСАГО, так и не будет хватать. Цены на запчасти выросли намного больше. Отсюда закономерный вопрос. Зачем страховаться, если это не спасет в случае серьезного ДТП? Одно из решений проблемы видится в создании государственной страховой компании, которая не будет ставить во главу угла извлечения прибыли. Серийное производство электрической версии Lada Largo сможет начаться в 2023 году, сообщило руководство Автоваза. На конец 2022 запланирован старт испытаний прототипов. Как ожидается, зеленая версия популярного универсала будет стоить примерно на треть дороже бензиновой модификации. То есть речь идет о сумме, близкой к 2 миллионам рублей. Как сообщалось ранее, электрический Largo получит один электромотор на передней оси. Запас хода около 250 километров. С начала этого года автомобили с пробегом, выпущенные не более пяти лет назад, подорожали в среднем почти на треть. По данным сервиса Автору, в конце лета средняя стоимость такой машины достигла почти 2,5 миллионов рублей. Сильнее всего рост цен был заметен в сегменте кроссоверов и внедорожников. Лидером плюс 37 процентов, как ни странно, оказался УАЗ Патриот. Сейчас за пятилетний вездеход просят практически столько же, сколько за новый. Вторым по размеру подорожания стал Toyota Land Cruiser 200, плюс 21 процент. Третьим Land Cruiser Prado, плюс 18 процентов. Трасса 101. У дилеров Kia появился обновленный представительский седан K9 по цене от 7 миллионов 375 тысяч рублей. Автомобиль выпущен ограниченной партией в Калининграде, дальнейших поставок не предвидится. Модель оснащена шестицилиндровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат, привод полный. Единственная комплектация – премиум – подразумевает кожаный салон, сиденья с подогревом и вентиляцией, люк, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, множество электронных ассистентов. Трасса 101. А в Индии в продажу поступил легковой автомобиль, который может считаться одним из самых дешевых в мире. Maruti Suzuki Alta K10 третьего поколения обойдется в переводе на рубли минимум 295 тысяч. По размерам машина сопоставима с Deo Matisse. В начальной комплектации ничего примечательного там нет, но за доплату доступный кондиционер, электрические стеклоподъемники, АБС, две подушки безопасности, мультимедийная система. За все эти прелести придется отдать примерно еще одну начальную цену модели. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Трасса 101.